Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Итак, к нам едет президент. И главная цель поездки – это инспекция объектов универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. Контролирующая поездка президента ожидается завтра по объектам, а сегодня прибыл министр спорта Виталий Мудко с большой делегацией. И можно считать это генеральной репетицией. А мы сегодня в эфир пригласили председателя комиссии по подготовке к проведению универсиады 2019 нашего прославленного биатлониста Павла Ростовцева. Добрый вечер. Добрый вечер. Павел, а как прошла эта генеральная репетиция? Да я думаю, вице-премьер приехал и секретарь госсовета Игорь Левитин. Конечно, сегодня посетили ряд объектов. Ровно, потому что, я думаю, у всех есть четкое понимание со всеми сложностями, со всеми трудностями, которые сталкиваются при строительстве любых объектов. И нам мы тоже с ними сталкиваемся. В целом сегодня каких-то кардинальных рисков, чтобы сорвать сроки строительства, их сегодня нет. Хотя, конечно, проблем хватает. Ну то есть так пока еще непонятно, срывается или не срывается. По внешнему виду пока мы ничего сказать не можем. Понимаете, есть некоторое, может быть, чуть-чуть отставание, связанное с объективными причинами. Потому что прежде чем выйти на строительную площадку, нужно же пройти очень большой организационный путь. Разработать проект, получить экспертизу, торговать на конкурсах, на аукционах, определить подрядчика. И везде есть какие-то риски, что там проект будет не очень качественно сделан, но экспертиза будет много вопросов. Или там засыпят участники аукционов в федеральную антибонопольную службу, что сдвигает сроки заключения контрактов. Но мы этот тяжелый путь, Красноярский край, прошли все в 2016 году. Конечно, по некоторым объектам на несколько месяцев сроки сдвинулись. Поэтому, может быть, есть чуть-чуть незначительное отставание от того графика, который сегодня есть у нас, утвержденный распоряжением губернатора. Но это абсолютно не критично. И все заявляют, есть четкое понимание, что все это за 2017 год мы должны нагнать. И в назначенные сроки, а может быть, даже по некоторым объектам чуть раньше, мы эти объекты все получим. Но по заключенным контракторам эти все объекты, универсиады, должны уже в 2018 году, во втором-третьем квартале уже появиться. Уже все будет сданы в эксплуатацию. Павел, а вот ваши конкретно функции в чем заключаются? Меня прям люди сегодня спрашивали. Ну, безусловно, мы когда сформировали новый состав законодательного собрания, тема универсиады должна была быть представлена. Это была и позиция губернатора, это была позиция и председателя законодательного собрания, о том, что тема универсиады в отдельно взятом органе должна быть в ЗАГС собрании. Поэтому было решено, что создадим такую комиссию, которой будет и контрольные функции осуществлять. Мы, безусловно, не исполнительная власть, но мы контролируем, как идет строительство, обеспечено финансированием, есть ли там поступление с федерального бюджета, есть ли какие-то, ну, много-много моментов. Плюс мы не только же строительством занимаемся. Очень важно сегодня вовлечение общественности в подготовку универсиады, потому что в любом случае построим. Я не сомневаюсь, что построим. Но вот создать атмосферу праздника, создать атмосферу вовлеченности и значимости события, безусловно, это в том числе и общественно-политическая функция, которую в ЗАГС собрании мы занимаемся. Посмотрите, Владимир Путин накануне был в Казахстане, где тоже ему будет с чем сравнить, как говорится, но там-то все уже было и построено, и вот оно. А у нас еще все где-то в макетах, потому что вот буквально сейчас моя коллега Виктория Лопатайта на инструктаже по завтрашнему визиту, и она говорит, что завтра он в том числе будет в Академии биатлона, а все остальное будет показывать в макетах. Ну, безусловно, потому что надо, вот что не забывать. Зиму универсиаду в Казахстане провели на объектах, на спортивной инфраструктуре, которые проходили Азиада, Азиатские игры 2010-2011 года. В универсиаде было построено лишь два крытых ледовых дворца. У нас идет строительство 34 объектов. То есть такое грандиозное строительство, это не сопоставимо с тем, что было в Казахстане в рамках подготовки к универсиаде. Поэтому я не думаю, что здесь мы смотрим все бледно. Наоборот, мне кажется, если чуть-чуть углубиться, а основное преимущество Красноярска вообще не перед Алматы, а перед всеми другими, наверное, столицами зимних видов спорта, знаете, какое? Это все объекты будут в городской среде. Это уникальная, уникальность города Красноярска в том, что начиная от горнолыжных трасс, трасс фристайла, биатлонных, лыжных, нескольких ледовых дворцов, все это в городской среде, где жители, в принципе, могут доехать. И все пробки будут в городской черте. Ну, как пробки? Не надо тешить себя иллюзиями, что ни на одних крупных соревнованиях жители, зрители на своих машинах на объекты не приезжают. Мы все помним нашумевший визит Владимира Путина перед Олимпиадой в Сочи, когда выяснилось, что бюджет одного из объектов, ну, так, мягко говоря, в разы превышает первоначальный. У нас как с освоением средств? Я так понимаю, вы местный Путин, ну, вот Путин, так, со стороны Федерации приехал с большим контролем, а вы контролирующая комиссию здесь. Нет, безусловно, безусловно, мы контролируем и понимаем, что по большинству из объектов уже заключены контракты, где четко зафиксирована стоимость объектов, стоимость контракта. Четко определен тот лимит финансирования с федерального бюджета на объекты универсиады около 31,5 миллиарда рублей на все время. Все эти лимиты есть в федеральном бюджете. В 2017 году порядка 12 или 13 миллиардов будет привлечено из федерального бюджета плюс о финансировании краевого. Поэтому финансово все объекты обеспечены. И говорить о том, что там в разы произойдет увеличение, нет. Но мы сейчас вот на корректировке бюджета в ЗАГС собрании будем смотреть, и уже смотрели вот в феврале месяце, когда было выделено дополнительно 300 миллионов на строительство крытого катка для хоккея с мячом. Но это как раз по итогам экспертизы, то, что произошло, уточнение смертной стоимости. Кстати, про хоккей с мячом не могу не спросить, про этот спортивный скандал. Конфликт спортсменов и федерации хоккея как может отразиться на нашей универсиаде? Ведь этот вид включен именно благодаря заслугам красноярского хоккея с мячом и включен в программу демонстрационной универсиады. Я думаю справиться. То, что, конечно, сегодня в хоккее с мячом происходит, оно не идет на популяризацию этого вида спорта. То, что скандал за скандалом и такие 20 мячей забить в собственные ворота, ну, конечно, это нонс со знаком минус. Но, тем не менее, я думаю, в этой ситуации как раз то, что хоккей с мячом в Красноярске развивается, что будет строиться объект, что есть команда, которая поддерживается и руководством краевым. Я думаю, вместе мы эти тяжелые времена для хоккея переживем. И Красноярск должен стать той точкой, которая действительно поддержит развитие этого прекрасного вида спорта. Продолжим тему с визитом Путина. Как вы думаете, у кого больше вопросов будет у Путина, к организаторам здесь, или у вас к Путину? Нет ли таких моментов, где нужно именно его вмешательство, какие-то проблемы, которые невозможно решить? Я думаю, что на уровне универсиада, наверное, нет. Потому что все большие организационные вопросы, еще раз повторюсь, мы снимали в 2016 году, и есть такой орган под названием Оргкомитет, который возглавляет вице-премьер правительства. Начинал Ташувалов, потом был Дворкович, сейчас Мутко. И на его уровне, когда идет такая межотраслевая координация, она достаточно эффективно осуществляется, все вопросы там решены. Сегодня каких-то кардинальных проблем, которые требуют решения на уровне первого лица, я их не вижу. Ну, все красноярцы, конечно, хотели бы спросить про экологию, но тема визита другая. А что бы вы спросили у Путина? Мы сегодня задавали такой вопрос зрителям. Я? Ну, сложный вопрос. Я бы, наверное, даже не с точки зрения универсиады, а все-таки вот мы помним госсовет, который прошел в Коврове, в том городе, в котором я жил очень много времени, в котором начинал заниматься спортом. И там была произнесена такая действительно фундаментальная позиция, озвучил президент, что хватит нам профессиональный спорт поддерживать из бюджета. Надо искать другие механизмы, надо перераспределить акцент на развитии детского спорта, массового спорта. Вот все-таки, что с этим делается, как это делается в целом в Российской Федерации, да, вот это очень важно. Я бы хотел еще раз акцентироваться, что без вовлечения наших ребятишек в регулярные занятия спортом, физико-культурой спортом, у нас не будет олимпийских чемпионов, у нас не будет тех героев, на которые мы привыкли гордиться. А как, если профессиональные спортсмены останутся без господдержки? Это очень дискуссионная тема. Я могу заявить, что, например, вот в моем виде спорта в биатлоне, я знаю, когда, может быть, сейчас, три года уже там не так глубоко, но было очень много денег. И это не идет на благо спортсмена. То есть начинается ради денег. И мы это видим и в других игровых видах спорта. Знаете, даже чемпион мира Антон Бабиков в эстафете, он же сказал фразу, очень хорошая, мне она понравилась. Да, я получаю, наверное, в 50 раз меньше, чем футболист, который сидит на скамейке запасных. Но это не означает, что он счастливее меня. У нас буквально несколько секунд, и последний вопрос. Символика универсиады. Я являюсь счастливым обладателем вот такого чехла на телефону. Мне его подарили с символикой универсиады. И очень многие спрашивают, а где такой взять? Поэтому адресую вопрос вам, а где такой взять? В дирекции универсиады. Когда начнут продавать? Мы сейчас действительно очень плотно начали заниматься сувенирной программой. Мы уже и с городом ведем переговоры, где должны быть определены места для сувениров, какой набор сувенирной продукции должен быть, как представлено все многообразие этноса, которые есть в Красноярском крае. Поэтому с учетом опыта в казахстанской универсиаде, а там сувенирка была не очень на хорошем уровне. Ну, с нашей точки зрения. Мы должны, безусловно, наводнить качественно, высокохудожественно, ну и, конечно, наверное, дорогим, потому что это дешево не бывает, такими сувенирами. Ну и доступными в том числе. Ну что, спасибо большое. Павел Ростовцев, главный по универсиаде, контролер в Красноярске по универсиаде, который мы ждем в 2019 году, был сегодня в нашей студии. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Завтра удачи пережить визит президента страны. Это была программа новостей. После новостей увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова